Видите этот чек? Это чек на 15 тысяч долларов. Вас когда-нибудь обманывали на деньги? Сегодня вы узнаете, как американские стоматологи легко могут вас оставить без единой копейки всего за один визит. И где лечить ваши зубы, чтобы не разориться? Добро пожаловать в мир американской стоматологии. Американцы тратят более 124 миллиардов долларов в год на стоматологические услуги, при том, что более 45% американцев даже не имеют стоматологической страховки. Пишут мне стоматологи прямо сейчас. Пытаются оправдаться за большие стоимости. Не получится. В джунгли у американцев есть, но нормальных цен на стоматологические услуги нет. Если что, я записываю не в джунглях, а у себя во дворе. Средняя стоимость коронки в США составляет около 2000 мазафака долларов. При том, что здесь, недалеко в Мексике, ты можешь сделать себе ту же самую коронку, даже в лучшем качестве, за 300 долларов. Не говоря, как в СНГ еще дешевле. Каждый второй стоматолог в Америке предлагает вам услуги, которые вам на самом деле не нужны. Давайте я вам расскажу, как мне сегодня выписали счет в стоматологии на 15 тысяч долларов. Мой путь в лечении зубов начался еще в России. И мне говорили, Карен, вылечи зубы здесь, пока ты не переехал в Америку, потому что там будет намного дороже. Я никого не послушал. У меня была главная цель переехать в США. И я переехал в США и начал изучать, что нужно, чтобы сделать себе один зуб. Позвонил в одну стоматологию, сходил в другую, спрашивал в группах в Фейсбуке среди русскоязычных, что можно сделать. И охерел. Когда я начал слышать первые ценники и стоимости залечения своего зуба, я понял, что мне придется выбирать машина или зуб. Через 7 месяцев я пошел к стоматологу, чтобы сделать проверку. Я пошел к стоматологу, мне посоветовали русского стоматолога. Я к ней пошел, познакомился. Очень хорошая девушка. Давайте сразу скажу, что я не имею никаких претензий к специализму стоматологов, к их работе. Только претензии к стоимости. Когда я пришел в русскую стоматологию, мне все очень понравилось. Очень хорошая стоматология, хорошие люди, профессиональное оборудование. У меня были хорошие впечатления. Но в тот момент мне стоматолог сказал, у тебя все плохо. Ты запустил свой зуб, придется, скорее всего, делать операцию. Конечно же, я обосрался, потому что я очень боюсь стоматолога. И в 100 раз больше боюсь операции. И как всегда бывает со мной, по иронии судьбы, стоматолог, который проверял мой зуб, улетел в отпуск и сказал мне пойти в американскую стоматологию. Сказать, что я очень боялся, это ничего не сказать. Потому что я с самого детства имею панический страх стоматологов. Кто такой же, как и я, пишите в комментариях. Вот настал тот день операции, когда я пошел в американскую клинику. И попал на 3,5 тысячи долларов. Ну как попал? В тот момент мне было страшно, у меня болел зуб. И мне хотелось избавиться от этой проблемы за любые деньги. И как работает медицина в Америке, послушайте внимательно. Пришло время операции. Я лег на операционный стол. Пришел доктор. Эта девушка была индуско-национальной. Все очень приветливые, хорошие. У меня было хорошее впечатление. Мне сказали, что мне нужно будет сделать такой половинный наркоз. То есть я буду не спать, но не буду ничего чувствовать. После начала процесса тебе подбегает такая девушка с бумажкой. И начинает тебя рассчитывать. Как кассирша. И когда у меня случилось это первый раз, я, конечно, охерел. Я почувствовал, что я как мясо на рынке. Которое просто рассчитывают на бабки. В момент операции. Мамма-джан, куда я попал? Такая подбегает девушка и говорит, здравствуйте, Карен. Такие все хорошие, классные. Говорит, у вас есть страховка на стоматологию? А в тот момент я был без страховки. И сейчас я без страховки. Потому что все рекомендуют, в принципе, она не нужна. Чуть позже я объясню, почему. Она говорит, хорошо, тогда вам это будет стоить 3,5 тысячи долларов. Ну, конечно же, я охерел. Я был уже под наркозом. Мне уже было не до цен. Я уже готов был за любые деньги просто закончить этот весь процесс. И поэтому я подписал эту бумагу и все, минус 3,5 тысячи долларов. Давайте эту цифру держать в голове, потому что чуть позже цифры будут меняться. Окей? Я согласился за эти деньги. Началась операция. Мне сделали операцию. В принципе, все прошло нормально для моей первой операции. Окей. Мне только что сделали операцию. Если честно, я в ахере просто. Хорошая, в принципе, стоматология, нормальные врачи, доброжелательные, приветливые. К этому претензий никаких нет. И стоимость, к которой, в принципе, я был готов, потому что русскоязычный врач мне уже ее примерно называл. Поэтому я был, в принципе, к этому готов. Но. Но у меня в голове было так, что я делаю операцию за 3,5 тысячи долларов. Примерный имплант мне будет стоить 1,5 тысячи за один. То есть 2 импланта, 3 тысячи сверху. И вот около 6,5 тысяч мне все обойдется. Это я так думал. После операции мне нужно было прождать 6 месяцев. Сегодня тот самый день, когда я должен был пойти через 6 месяцев после операции на визит к тому стоматологу. Вот я и пошел. И вот что я получил. Бонусные 15 тысяч долларов в дальнейшем за те 2 вонючих зуба. Моему возмущению не было предела. Прихожу я сегодня на визит к стоматологу. Как ни в чем не бывало. Счастливый, радостный. Думая, что я уже подхожу к окончанию лечения моих двух зубов. Ну окей, потрачу я около 3 тысяч долларов на импланты и буду жить дальше, как счастливый человек. Но нет. Я прихожу и меня встречает помощник главного врача. И говорит, Каренчик, пошли, сделаем тебе рентген. Я такой, конечно, пойдемте. Почему нет? Она меня спрашивает. Карен, ты не против, что это будет стоить чуть-чуть денег? Ну, чуть-чуть не против. А сколько? Она говорит, 500 долларов. Я такой, что? Она мне говорит, если ты хочешь, мы можем этого не делать. It's up to you. Я такой думаю, если это необходимо, ну, наверное, мне это нужно. Но все-таки 500 долларов. Ребят, вы что? Ну, кто за 500 долларов? Что за стоимости, блин? На ровном месте. Я попал просто в такую ситуацию, что я охерел. Ну, я не ожидал этого вообще. Я пришел просто проверить свой зуб, поставить имплант и дальше жить. И тут мне налево-направо 500 долларов. И потом начинается еще. Приходит врач. Та самая женщина, которая делала мне операцию. И она такая, супер-найс, Каренчик, привет, как твои дела? Как будто мы с ней лучшие друзья и не видели 20 лет. Я говорю, все хорошо, все отлично. Давай быстренько ставь мне импланты. Я отсюда свалю и больше никогда тебя в жизни не увижу. И она начинает проверять мои зубы. И такая, ну, блин, что-то такое, что-то там начинает ломаться. Я понимаю, что я попал. Попал в двух случаях. Попал на еще одну операцию. И попал на огромные бабки. Хотя она о деньгах еще ничего не говорила, но я уже это понимаю. Все в Америке, кто живет, все знают, что поход к врачу и лишние движения у врача – это экстра деньги. Все это знают. И с каждой секунды мое настроение просто опускалось вместе с моим настроем и уверенностью в себе. Вы знаете, я очень люблю Америку. Но с каждым моим походом к стоматологу я чувствую себя нищебродом и бомжом, сколько бы я ни зарабатывал. Мне говорит врач – Карен, мы тебе завершили проверку твоих зубов, но нам нужен рентген. Я ей говорю – малышка, конечно, я тебя люблю и понимаю, но за 500 долларов я себе не буду делать фоточку зубов. За 500 долларов я мог бы в России сделать себе все свои зубы и еще вернуться обратно за эти деньги. Она такая, хихихих. Как будто понимает, о чем я говорю. Она пошла к руководству. Ее не было около 10-15 минут. И вы сейчас офигеете. Вы сейчас будете свидетелями магии, армянской магии. Потому что после этого начались бизнес-переговоры. Кто бы мог подумать, в стоматологии бизнес-переговоры что? Ну да, в Америке так все и работает. Она возвращается в палату. И что вы думаете, она говорит? Слушай, Карен, мы тут пообщались и решили сделать тебе скидку в 40%. На все твои услуги, включая рентген и импланты и все, что ты будешь делать потом. Я такой – что? Неужели моя армянская харизма хоть раз в жизни сработала? Я охерел. Реально. Как? Мне в итоге рентген стоил 100 долларов вместо 500 долларов. Просто прикиньте. Меня отвели на кассу. Там меня ждала украинка, которая отлично говорит на русском языке. Я такой думаю, фух, сейчас она мне объяснит все, что происходит. Потому что я уже ничего не понимаю. Она показывает мне вот эту бумажку. На которой, как в продуктовом магазине, написано все, что мне нужно сделать с моими зубами в дальнейшем. Это все, что мне нужно сделать. Total price всего этого лечения написано 10 мазафак тысяч долларов. 10 тысяч долларов. Теперь выполните цифру 3,5 тысяч долларов, которую я заплатил на первые операции. Прибавляем мои дальнейшие действия, по мнению этой стоматологии. 10 тысяч долларов плюс 3,5 тысяч долларов. Почти 14 тысяч долларов. Это два зуба, 47 фотографий и вся херня, что я вам пересчитал. Ладно, я не хочу так сильно бушевать. Я понимаю, что, скорее всего, все это мне нужно, чтобы вылечить мои зубы. Просто вы понимаете, да, стоимость вообще всего этого? Не дешево ли, блин, челюсти просто заменить на новую или тело новое поменять, блин? Я беру все это и собираюсь идти домой. Она говорит, каранчик, каранчик, подожди, куда-то собрался. А заплатить за это посещение, за этот визит. Я уже все, я уже в облаках летаю там. Я говорю, ну окей, там сколько нужно заплатить? 100 долларов за рентген? Она говорит, 300 баксов. Что? За что 300 баксов? Она говорит, ну вот 100 баксов за рентген и 180 баксов еще за визит к врачу. Я люблю Америку, но вот эти посещения стоматологов вводят меня в глубочайшую депрессию. Давайте сравним ценники американской стоматологии с другими странами. Я изучил, узнал, посмотрел, сколько стоит лечение точно на такое же, только в других странах. Давайте сравним. США 15 тысяч долларов. Великобритания 9 тысяч долларов. Германия 10 тысяч евро. Приблизительные стоимости, да? Россия 4 тысячи долларов. Понимаем, да? Разницу. В два раза дешевле. Хотя качество у нас, я скажу, что в 100 раз лучше. Украина 2 тысячи долларов-4 тысячи долларов. За точно такое же лечение. Мексика 1800 долларов. За все лечение, что я назвал, 1800 долларов. Кстати, Мексику эти ценники как раз-таки делают очень популярны среди стоматологического туризма. Оказывается, есть такое выражение стоматологический туризм. Когда ты едешь в какую-то страну, чтобы сделать себе зубы. Испания. 7 тысяч долларов. Вы поняли, какая разница между ценниками в других странах и в США? Сравнивайте сами. Теперь вы поняли, почему лечение зубов в США может стоить 15 тысяч долларов. Как вы можете сэкономить, не жертвуя качеством лечения? Ведь информация – это лучший щит против переплат. Мама Джан, какой свет охеренный здесь, просто пипец. Поставьте лайк. Давайте я вам расскажу несколько способов, как вы можете сэкономить. Конкретные советы и факты. Первый способ – это стоматологические школы, университеты и колледжи. Я знал об этом способе, но прочитав отзывы на Google Maps, я понял, что половину людей, кто там лечится, ломают себе зубы, все жалуются. Потому что студенты на вас учатся, и они могут делать ваши зубы очень долго, они могут накосячить, сломать ваш зуб, им будет похеру вообще на это. Обращаясь в эти школы, вы можете сэкономить около 50%. Эти студенты, они работают под наблюдением стоматологов, но это не факт, что получится хорошее лечение. Второе – это планы дисконтных услуг. Очень многие стоматологи делают вам скидки, дисконты, вот как у меня было сегодня. Если вы умеете договариваться, попросите у них скидку. Многие стоматологи делают скидки по каким-то магическим причинам, как я уже вам рассказывал. Это может вам сэкономить от 10 до 60% на лечение. Ну и страховка. Третий способ – это сравнение страховых планов. Вы можете взять себе стоматологическую страховку, но, как я знаю, страховка покрывает от 1000 долларов до 3000 долларов в год. Самая дорогая страховка, которая может стоить вам 300-400 долларов в месяц. При том, что страховка, она покрывает не все услуги. Как я знаю, очень многие процедуры страховками не покрываются. Но узнайте в вашем штате и в вашем конкретном случае. Ну и четвертый способ, мой любимый – это переговоры. Что конкретно в моем случае очень хорошо сработало и не в одной стоматологии. Вообще, Америка – это страна переговоров, страна продаж. Если вы умеете продать себя и сразиться в переговорах с врачом, со стоматологией, то вы можете отбить себе неплохую скидочку, как это сделал я. Общайтесь с ними, говорите, что у вас нет денег, что вы не сможете платить, что вы студент, что у вас трое детей, что у вас жена-вдова, нечего есть дома. Будьте немножечко армянином в этой ситуации и все у вас получится. Что буду делать я, честно сказать, не знаю. Посоветуйте мне в комментариях, что бы вы сделали на моем месте. Потому что только сегодня я получил этот чек на 15 тысяч долларов и немножко в недоумении. Как вы уже видите, есть очень много способов снизить стоматологические расходы. Главное – это быть информатированным, уверенным в себе и ничего не бояться. Не допускайте, чтобы ваш кошелек стал жертвой незнания. И помните, что здоровье – это инвестиция, которая всегда окупается. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Ставьте колокольчик, делитесь этим видео с людьми, которым будет очень полезна эта информация, чтобы они не потеряли свои деньги. И увидимся в следующем видео. А больше Америки и моей жизни в социальных сетях по ссылке в описании. Бай!